Команда КВН Девочки, а вы почему не танцуете? Катя, потому что реально надоело, ты постоянно хвастаешься тем, что умеешь танцевать, я же на сцене крестиком не вышиваю, да и я с твоим бывшим парнем тоже на сцену не выперлась. У меня парня-то никогда не было, я всю жизнь этот танец репетировала, команда КВН, я обиделась, ой, все. Знаешь, что я делала, когда тебе не было, встречалась с вами и будущего. Добрый вечер, дорогие друзья, и для начала обычная ситуация в семье. Дочь, знаешь что, ты забрала сестру из садика? Ну конечно забрала. Божечки мои, ты кого приволокла? Мам, ты позвонила мне в 9 вечера, в 9 вечера в детском саду только такие были. Знаешь, что я делала, когда тебе не было, встречалась с вами и будущего. Косатка только что рассказала анекдот тюленю и зайцем. Очень смешно. А ты, зайца, что скажешь? Ну да, смешной анекдот. Знаешь, что я делала, когда тебе не было, встречалась с вами и будущего. Бабушка, возвращайтесь домой после семейного застолья. Так, тост с открытки прочитала, как внук подрос, заметила, пуд положила в мешочек с пупырышками, телевизор, ткань занавесила, рассеянник включила на дроботянка, посмеяла, все это дроботянка. Наркоманы! А, это другой список. Знаешь, что я делала, когда тебе не было, встречалась с вами и будущего. А наша Катя совсем недавно вернулась из Санкт-Петербурга. Господи, город-то какой замечательный. Ах, эти дома, эти памятники и камеры. Катя, опять тут хвастаешься. Я же не хвастаюсь, что могу эти вертушки прописать. Знаешь, что я делала, когда тебе не было, встречалась с вами и будущего. Совершенно обычная ситуация в семье пианистов. Мама, ты читаешь! Знаешь, что я делала, когда тебе не было, встречалась с вами и будущего. Хотелось бы сказать, что мы сильнее независимые девушки. Да! И поэтому мы не будем просить парней из других команд участвовать в наших миниатюрах. Да! Поэтому мужскую роль мы обозначаем вот так. Парни провожают в армию сразу несколько девушек. Ровнясь! Но она-то по-любому дождется. Конечно, ведь я же мать! Пикатор горит в аду. Привет, чертовка! Типичные светские дамы собираетесь для того, чтобы потравить историей о мужчинах. Девушки, а знаете, что я подумала? Что же мы уходим в зрителях за блуждение? Нам же по 18 лет. Какие разговоры я уже была? Знаю, что я делала, когда тебя не было. Встречалась со своим лучшим другом. Обычный день из жизни многодетной семьи. Аль-Аля, сходи за хлебом. Нет. Вика, сходи за хлебом. Вероника, Оксана, Миша, Матвей, Олеся, Оля, Таня. Зачем она тебя позвала, мам? Бабушка? Тетя? Дядя? Фигуровка, тетя? Девушка, я делала, когда тебя не было. Встречала я свою лучшую боль. Давай, девочки, идите сюда. Да, девочки, послушайте, ну давайте мы будем показывать короткие и понятные миниатюры. Очень глупая девочка. Капец, Алёна, у меня столько костей. Папа, Костя, брат, Костя, ты забедная. Костя, вот здесь мы чуть-чуть еще. Барбе разговаривает по телефону. Алло, да? Как известно, все женщины в глубине души психологи. Ну что, девочки, я здесь подумала, но нужно просто время. Нужно просто подождать. То есть вы думаете, что она живет, да? Девчонки, вот опять ерунду показываете, где-то сережку обронила. Помогите найти, а? Ну, в случае в камень шипе. АПЛОДИСМЕНТЫ Девочки, это «Юлая» и «Медвители». Пиши! Знаешь, что я делала, когда тебя не было? Встречалась со своим бывшим любовником Он обещал мне показать твою новую квартиру И я так пробовал в ней, а так в ней Дорогие друзья, мы девичья команда И так получилось, что мы пропустили фестиваль Первую игру, вторую игру, два предыдущих сезона А вот в третьей игре как-то подсобрались, решили играть Но что мы выйдем на разбивку и конкурс одной песни, гарантий все равно нет Команда твоя не обидела, спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий конкурс – «Разминка» Разминка у нас сегодня будет с многоуважаемыми членами жюри Давайте первый вопрос задаст Ксения Корнева, сделаем вот так Да, друзья, под ваши аплодисменты Ксения Корнева задает первый вопрос Здравствуйте, здравствуйте, команды Что-то я так наржалась, я все забыла, еще хотела спросить Очень смешно, спасибо вам за визитки отдельные, еще раз спасибо огромное Очень весело Вопрос у меня будет такой 27 марта Начинается финальная серия Восточной конференции По хоккею Хотел сказать, континентальная хоккейная лига Ничего не перепутала Лига-дрыга Вот Между Акбарсом и Сибири, все вы знаете об этом Вопрос будет такой Скажите, как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Отвечает команда, моя любимая команда Квен Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Попринься на УСА Привет Привет Не знаю еще Так, кто отвечал? Говорите, я Моя любимая команда Квен отвечала Сейчас у микрофона команда Квен, я обиделся Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Ну хочешь, я с ним схожу Смотрите Последи ловышку Отвечает команда Квен, бисквит Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Просто вискоса там в углу носит, он сам не пойдет Так, о, в хоккей Нет Ну от тебя Додумать Отвечает сборная нормальных людей Как объяснить мужчине, что в этот день я не хочу в ресторан? Че ты верешь, у тебя нет мужчины Вот, вот Вот он Берзкий правда ору Здесь же Квен, и можно обманывать людей Отвечает команда Квен Огород Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Да это вообще не проблема, меня вчера чайка унесла Вот такая история Отвечает команда Квен, мы не стесняемся Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Дорогой, я вчера так нажралась, и сегодня перерыв А потом Это отверть команда, что давай по-новой Так, как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Скажите, что вам предложили два билета по 5 тысяч, и вы не смогли отказаться. Если бы он эти билеты мне еще вот так вот дал бы... Есть еще ответы? Ответов больше нету! Спасибо! Спасибо, Ксении Корниевой, амбрисменты! Да, теперь рекорд, можно передать туда дальше. Потом, сейчас девушки сначала зададут вопросы, а потом... Да это Серега Ганкин, ты чего? Подумал, что девчонки-то... Задает вопрос Ирина Дунчева, ваши амбрисменты! Мы, видимо, оказались большими любительницами хоккея. Вопрос про то, как мы будем поддерживать нашу хоккейную команду «Сибирь» как-то отплодает. Видимо, здесь все самые большие фанаты собираются. Ну тогда обычный вопрос, как вы планируете встречать предстоящие огромные первомайские праздники? Не? Вопрос про длительные первомайские праздники. Как вы их будете праздновать? С вами вы, короче, такая красивая. Он просто спеда, ему бы выход! И на сцене еще, вот ты жоп! Отвечала команда «Квен Огород», сейчас отмечает команда «Квен Бисквит». Задавайте, задавайте. Как вы предполагаете праздновать большие первомайские праздники? Ой, я так накидаюсь, и праздники везти пойду! Вот это аниматорство нынче! Отвечает команда «Квен Бисквит». Мы не стесняемся. Как будете праздновать первомайские праздники? Огромные праздники, огромный стол! Вот. Разминка показывает всю правду! Отвечает команда «Квен Дети Ректора». Планы на первомайские праздники. Надену на себя фуфайку и пойду на первомайку! Вот. Отвечает команда «Квен», давай по новой МГУ. Планы на первомайские праздники. Да обычно я в это время елку выбрасываю. Вот такой ответ отвечает команда «Моя любимая команда «Квен». Ваши планы на первомайские праздники? Ну я изводника, не дай бог в море, а! Нон-стоп он, нон-стоп он прям. Отвечает команда «Квен Чай». Здравствуйте, можно полностью, извините? Нам предстоят большие первомайские праздники, и как вы планируете их отпраздновать? Планирую отмечать их крестиком. Ну, не-а-а! Отвечает команда «Квен», я отберилась! Ваши планы на первомайские праздники? Ну я девушка, мне как бы все равно, я просто буду сидеть и ждать подарка от парня. Хорошо. Отвечает сборная нормальных людей. Ваши планы на первомайские праздники? Я буду отвечать, праздновать и отвечать на первомайке. На этот ответ «Квен». Отвечает команда «Квен» по гладь-котам. Как вы планируете отпраздновать длительные первомайские праздники? Мы с огранного края, так что думаю, все праздники у нас пройдут на поле. Аплодисменты. Отвечает команда «Квен» Новосиб. Как вы планируете отпраздновать первомайские праздники? О-о-о-о! Да как обычно, че ты! Аплодисменты! Зайдет, зайдет. Там по-другому надо было показать просто. Спасибо, друзья, Ирине Дончевой. Давайте поаплодируем ей. А теперь, собственно, вопросы от мужской части этого жюри. Егор Канцев! Выключили микрофон. Здрасте всем, друзья! Сразу забил. Все, не буду орать. Микрофон меня не хочет понимать. Друзья, сегодня, вот прям правда, честно, с утра посмотрел на себя в зеркало, что-то не то, кто я старый стал. Вы, ты все-таки молодые на сцене. Вопрос к вам простой. Как продлить молодость, собственно, да. Вот так. Как продлить молодость? Ты прорал по моим эмоциям. Отвечает команда команды «Я убедилась». Как продлить молодость? Ну, добрать ее вышку. О-о-о! Как продлить молодость? Не знаю, пацану уже 60, выглядит на 30. Все, плюс ставьте. Плюс-випос. Ага, про Путина всегда смешной. Отвечает команда КВН «Дети Ректора». Как продлить молодость? Молодость продлить легко. Меньше пей, Егор, пивко. Как в воду гляди. Конечно. Все, больше никто не хочет обучать после пивка. А все? А после пивка только спать, правильно? Да, хватит маленьких. Отвечает моя любимая команда КВН. Как продлить молодость? Ну, обычно про продление других людей слышат. Он знает больше. Отвечает сборная нормальных людей. Никит, как продлить молодость? Вот так берешь и продлиешь. Молодость. Кто говорит? Отвечает команда КВН «Огород». Пожалуйста. Как продлить молодость? Ну, короче, смотри, по моему методу. Ну, короче, шейпинг и девочки. Только без шейпинга. И без девочек. Автор. 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 17 тысяч команд КВН. Конечно. Отвечает команда КВН «Давай по новой». Пожалуйста, как продлить молодость? Умирай молодым. Барзоны маски! Как-то грустно. Отвечает чай. Как продлить молодость? Здравствуйте, можно полностью, пожалуйста. Сегодня утром посмотрел себя в зеркало. Думаю, что это старый стал вообще. Непорядок. Спрашиваю, как продлить молодость? Смотрите мультики по утрам. Вы что? Ха, тык мой какой! Отвечает «Новосип». Итак, как продлить молодость? Завязываешь Лигой Сибири. Ты тоже, Вайк. Ты тоже, Вайк. Следующий вопрос. Видимо. Да, спасибо Егору Канцеву! О, сейчас я вам прошу, друзья, бурных аплодисментов, иначе он не будет задавать вопрос. Задает вопрос Евгений Сальцев! Автор команды КВН. Неплохая компания. Сыстры! Ну, как раз подвел под вопрос. На самом деле, я не только шоумен, не только трехкратный финалист Лиги КВН Сибири. А что же и несет! Всего автоспорта сия. Вот, также у меня есть еще такое увлечение, как металлоконструкции. Иногда мне приходится бывать... Да. Иногда мне приходится бывать в цеху. И вот сварщики мне говорят. Долго нельзя смотреть на сварку, иначе появятся зайчики. Но так как я любопытный, вопрос в чем состоит? Куда мне теперь эту стаю гевать? Время пошло. Куда мне гевать стаю зайчиков? Трехкратный финалист Лиги КВН Сибири. Ха! На чего! Ой, такие ломались. Отвечает команда КВН Новосиб. Куда мне теперь девать эту стаю? Не, Егор, не за это. Сибири не завяжывай, не надо. Не-не-не-не-не. Отвечает команда КВН Бисквит. Итак, куда девать мне эту стаю? На вертельных вот так вот и в салат прям. О, как порезал, видишь? Отвечает команда КВН Новосибири. Отвечает команда КВН Новосибири. Зайчик, не зайчик задает вопрос про зайца. У-у-у-у! Ролик. Моя любимая команда КВН. Ну, давай водник не подведи. Я учился. Да, он Платона водник не подводит никогда. Итак, куда мне девать шею эту стаю? Ну, отпусти. Бегите, зайчики, вы свободны. А можно полностью этот вопрос? Полностью? Да. Я не только шоумен. Шоумен. Трехкратный финалист Лиги КВН Сибири и также ведущий всех спортивных мероприятий города Новосибирска. Но у меня есть еще одно хобби. Это металлоконструкция. Устал? Сам хотел. И спорщики мне говорят, долго не смотри на сухарку, а то появятся зайчики. И куда мне девать теперь эту стаю? Зайчиков солнечных. Надо вам было все делать. Ту-ту-ту-ту-ту. Он этого ждал, понимаете? Отвечает команда КВН. Чай! И куда мне девать теперь всю эту стаю? Устраивайте зайчик-конки! У-у-у! Наконец-то так. Отвечает спорная нормальных людей. Куда девать мне всю эту стаю? На шубу. И куда девать теперь мне всю эту стаю? У тебя есть зайцев стая? Так а дай их дед мазаю! Команда Огород. Итак, куда теперь девать мне всю эту стаю? На суды кину в горы, воровать помидоры. Отвечает команда «Давай по новой». Можно полностью? Да нет. Да нет, пожалуйста. Давай со сварщиков начну. Давай полностью. Да давай всем же интересно, чем ты занимаешься в жизни. Я не только Шоума и трехкратный финалист Лидии КВН Сибирь, а также судья всех автоспортивных мероприятий города Новосибирска, но также у меня есть металлоконструкция. И часто бываю в цеху, и там сварщики говорят, не надо смотреть на сварку, а то зайчики появятся. Теперь, внимание, вопрос. Куда мне девать всю эту стаю? У тебя еще есть? Металлоконструкции? Спасибо Евгению Сайцеву, друзья! Он вот мой мангальный друг, друзья. Сердей Автозагарович Канкин! Добрый вечер всем! Друзья, коротко и ясно, у меня небольшая проблема, у меня совсем скоро день рождения, не знаю, где отметить. Подскажите, где и как весело можно отметить свой день рождения? Свой? В классе литературном. Своё день рождения. Вот, значит, образованные люди есть. Ответ от Хоманды Кувенчай. Как весело отметить свой день рождения? Первая праздничная кампания «Праздники под ключ». Молодец! Молодец! Плюс! А? Кто телефон скажет, еще один плюс. А как, подскажи, весело отметить свой день рождения? У нас в Барнауле Аймакс 3Д открыли. Приезжай! Спасибо. Это был ответ от команды КВН «Поблэккорта». Отвечает команда КВН «Давай по новой». Как весело можно отметить свой день рождения? Ходила завод металл конструкции, там прикольно. Ответ от команды КВН «Поблэккорта». Вот, хорошо. Ответ от команды КВН «Я убедилась». Девочки, подскажите, как весело можно отметить свой день рождения? Может быть, это немного старомотно, но я предложу клуб сибирских комедий. Спасибо. А? На комедии, на комедии, на комедии. На комедии на свою нюху приходи. Ответ от команды КВН. Моя любимая команда КВН. А, скажи, где и так весело можно отметить свой день рождения? Сорок лет не отмечают. О, Серега! Не думал, что ты под своей копченостью седину скроешь? Нет? Кто это отвечал? Это моя любимая команда отвечал. Твоя любимая команда? Ответ от команды КВН «Директора». Подскажи мне, как, где весело можно отметить свой день рождения? Ты нюху, ты отметь неплохо. Позови Макс в золотоку. А, братан! Как сказал мне друг один, я рисую, как кретин. Вот он. Ответ от команды КВН «Огору». Как и где весело можно отметить свой день рождения? Солярий! Как и будет! Это естественный загар, правда. Да не надо нам ля-ля. Я могу показать местами... Ну ладно. Потемнее где? Кажи, где и как весело можно отметить свой день рождения? Я же говорил, его рожали. Как на мамины именины... Нет, стихи не заходят. Неважно, кто отвечал. Не принципиально. Ответ от команды КВН «Огору». Мы не стесняемся. Где и как весело можно отметить свой день рождения? Ну соберитесь в компанию и половике зайчиков, я не знаю. Спасибо. Вот. Мне интересно, как в том году все. О! Сборный нормальных людей! Скажи, как и где можно отметить свой день рождения? Устрой дикий шабаш. Нет больше ответов. Спасибо. А, Серега, где бы, с кем бы ты хотел отметить свой день рождения? С новой молотокой! С участниками открытой лиги КВН! Аплодисменты всем, друзья! Команда КВН «Я обиделась»! Музыкальная группа «Дочери Ростона» представляет свой рэп «Новая жена». Арабские жены в очень длинных пальцах мы живем в Гареме, в Армату-Мари-Пальцу. К нам сегодня новая жена приедет, на все вопросы мы ей ответим. А мне не жарко? А когда стираешь себя, такая же есть? В смысле? А все вы одинаково уходите? В смысле? Кем друг к другу приходите? А мама знает? Знаю! Я не из-за арабских стран, нет-нет, я из России. Москва! 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 Я и Си. 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 Здравствуй, девчонка. Ну а я Марина. У нас теперь что, правда на петелье ходит мужчина? Махахахаха. Смешно, Марина. У нас не 5 на столах 30. И очередь помыться здесь не кончается никогда. Девочка моя, девочка моя, девочка моя. Яу, яу, яу. Поехали. Есть свои плюсы. У нас по парам жоль. Своя туса. Ты не накрасилась, это не проблема. И я вчера под парам жоль вообще ела. Да, Эйву, ты явно растолстела. Я растолстела, но это не беда все скроет. Моя парам жоль. Моя парам жоль. Моя парам жоль. Арабские жены в очень длинных кладках одежду денег. Мы вообще не тратим 30 женщин. В одинаковые одежды растут брови вокруг глаз и между. Арабские жены в очень длинных кладках на одежду денег. Мы вообще не тратим 30 женщин. В одинаковые одежды растут брови вокруг глаз и между. были 5 или около пешками и надежды. Этот дерутся на отдадок на возьмите. Она проектовая музыка. Русская дimbожка будет и обязательно. Чтобы так оп, оп, текилку в пупок, наливающихся, пьют, пьют, ну как в клубах, вы понимаете. Понятно. Красотки, очень любые в платьях, волоскают взглядом, только так им разрешают братья. И все знают, что в фиджабе очень горячо, горячо. Когда лето наступает в фиджабе, скажите, горячо. Пума-сапу! Есть проблема, но она всего одна, нас путают с девчонками из фильма. Подействующая сестра! Да, есть такая проблема. Фиджабе удобно гонять на сноуборде, параджу надел, и ты в экипировке. Шейх, шейх, шейх идет сюда. Дорогая. Да-да. Я люблю тебя, ты у меня одна такая, я тебя люблю больше всех, ты это знаешь. Дорогой шейх, а что, сегодня уже четверг? Да, детка, сегодня твой день. Как хорошо, что в России всего одна жена. Одна жена! Как хорошо, что у русских мужчин одна жена. Одна жена! И теща тоже одна. Команда КВН, я обиделась. Все вместе мы идеальная жена. Спасибо. Ваши аплодисменты команда КВН, я обиделась!